Дональд Трамп всегда готов. Переговоры с Ираном будут встречены положительно, как и идея премьер-министра Японии посетить в ближайшее время Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Майкл Гоу – один из претендентов на пост лидера правящей консервативной партии и на пост премьер-министра страны после отставки Мэй. В госбюджете Азербайджана на 2020 год будет предусмотрена сумма средств для Азиатского Фонда развития. А теперь подробнее. Дональд Трамп перед началом переговора с премьер-министром Японии Синзо Абе в Токио заявил, что в случае, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, это будет воспринято положительно. Идея Абе в ближайшее время посетить Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном была также встречена с интересом. Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится. Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зари в ходе визита в Ирак предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение. Из США сосредоточили в этом регионе как минимум 7 военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Как пояснили в Пентагоне, это ответ на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гофф поборется за должность лидера правящей консервативной партии, которому также предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй. Я уверен в том, что готов объединить консервативную партию, готов осуществить Брексит и готов вести нашу великую страну вперед. Я включаюсь в гонку, так как хочу высказать ряд конструктивных идей по поводу того, как мы можем вновь объединить страну. 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит с поста лидера консервативной партии, после чего в течение недели будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что после избрания нового главы она также покинет пост премьер-министра. Претенденты на должность главы партии должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, заручившись поддержкой как минимум двух своих коллег в Палате общин. Конкурентами ГОВА станут глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсии Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Летсом, экс-министр по Брексит Доминик Раб, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и бывший глава МИД Борис Джонсон. Французская полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву возле булочной в Лионе. Один из задержанных – 24-летний студент. Информации о втором задержанном отсутствует. Поиски подозреваемого затруднялись тем, что полученные с видеокамер изображения были плохого качества. В субботу также стало известно, что образцы ДНК, найденные на сумке со взрывчаткой, не дали никаких результатов. В пятницу вечером возле булочной по улице Виктора Юго произошел взрыв. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину 30-35 лет, подъехавшего на велосипеде и оставившего сумку с начненным болтами и гвоздями взрывным устройством. В результате взрыва пострадали 13 человек, среди них 8-летняя девочка. В Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня города установили рекорд – 556 барабанов, самая массовая крещенда. Представитель книги рекордов Гиннеса не усидел на балконе, откуда поначалу наблюдал за ходом мероприятия. Он прошелся по рядам, пересчитал участников и признал – есть рекорд. Шоу должно было соответствовать профессиональным стандартам. Опытные музыканты согласны выстроиться в одну линию, без поправки на чинные звания, не двигаться и не пересекаться, находясь в шеренге. Таковы слетели со всей страны. Все коллективы в праздничных костюмах выстроились в змейку в три ряда. Начал крайний левый барабан. На каждый первый и третий счет к нему присоединялся соседний музыкант. Традиционно день города отмечают 27 мая, в день Святой Троицы, когда Петр I в устье Невы на Заячьем острове начал возводить древоземляную крепость. Но в этом году было принято решение перенести торжества на выходные. Город на Неве принимал поздравления в 316-й раз. Предыдущий рекорд принадлежит барабанщикам из Бразилии. Тогда в Крещендо приняли участие 104 человека. Площадь лесного пожара на западе Канады в провинции Альберта за неделю увеличилась в 4 раза. Свои дома были вынуждены покинуть около 5000 человек. В настоящее время леса горят уже в 3-х километрах от города High Level. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на город, из которого уже эвакуированы все жители. Всего же огнем объята территория в 105 тысяч гектаров. Неделю назад площадь составляла 25 тысяч гектаров. Пожару присвоена шестая, высшая категория сложности. К борьбе с огнем привлечены более 600 человек, десятки самолетов и вертолетов. Для помощи местным спасателям в регион прибыли пожарные соседних провинций, Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. О жертвах и разрушениях не сообщается. Азербайджан 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 планирует войти в состав стран-доноров Азиатского фонда развития уже в 2020 году. Сумма выделенных средств будет предусмотрена в госбюджете Азербайджана на 2020 год. Конкретные цифры пока неизвестны. Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За годы сотрудничества банк предоставил стране кредитов на сумму более 4 миллиардов долларов. Соединенные Штаты и Япония могут урегулировать торговые разногласия и подписать соглашение в августе этого года. Накануне состоялась встреча между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Синзо Абе в Токио. Глава Белого дома пригласил японские компании инвестировать в Соединенные Штаты, отметив, что Федеральная резервная система страны мешает экономическому росту. В случае заключения соглашения в выигрыше окажется торговый баланс двух стран, отмечает Дональд Трамп. Мы добились существенного прогресса и опередили ряд важных аспектов. Я думаю, что могу говорить с точки зрения Соединенных Штатов. Отношения никогда не были лучше, чем сейчас. Я чувствую, что мы очень хорошо понимаем друг друга. Мы привержены друг другу как нации. И поэтому у нас сложилась ситуация, когда у нас тёплые отношения с Японией, чем когда-либо. И мы собираемся сохранить их в таком духе. Сегодня дефицит в торговле с Японией приближается к 57 миллиардам долларов в год. Между странами отсутствует соглашение о свободной торговле. Устранение торгового дисбаланса – первостепенная задача администрации президента США. Напомним, ранее Дональд Трамп отсрочил на шесть месяцев введение тарифов на японские автомобили и детали к ним. Несмотря на то, что существенная часть японских автомобилей производится в США, экспорт автомобилей не снижается. По словам администрации Дональда Трампа, объём импорта автомобилей настолько велик, что это может поставить под угрозу национальную безопасность. К 2030 году около 650 миллионов человек не будут обеспечены электричеством. Об этом говорится в новом совместном отчёте Международного энергетического агентства, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, статистического отдела ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения. Исходя из плана цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года, без электроэнергии останутся некоторые страны Африки и страны, расположенные к югу от Сахары. Между тем, существенный прогресс наблюдается в Индии, Бангладеше, Кении и Мьянме. Если 10 лет назад число людей, живущих без электричества, составляло 1,2 миллиарда человек, то сегодня эта цифра меньше 840 миллионов человек. План ООН по-прежнему требует устойчивых усилий, в частности для охвата беднейших слоёв населения мира и повышения энергетической устойчивости. Редактор субтитров А.Семкин